Очень благодарна всем вам за то, что мы все вместе с вами сегодня формируем наше окружение. Тема действительно очень важная. Наш бизнес часто называют бизнесом личностного роста. Все то, что мы сегодня имеем в нашей жизни, это результат того, что мы думаем и делаем. И если мы хотим что-то менять, если мы хотим большего, однозначно нужно менять и то, и другое. Каждый из нас приходит в этот бизнес с какой-то своей картинкой жизни, из той жизни. Я пришла из врачей. Много работала, имела достаточно высокий рейтинг в профессии. При этом было три подработки и всегда не хватало денег. Все, что происходило вокруг меня, было приблизительно таким же. И когда я приняла решение поехать на загранконтракт, заработать денег, плата моя за это была то, что я должна была оставить своих детей на год, по факту оказалось на год. Любая наша цель, которую мы хотим достичь, она всегда находится за зоной нашего комфорта. И мы за нее должны платить. Когда-то, еще 150 лет назад, армянский философ Георгий Гурджиев рассматривал, рассмотрел человека как вместилище каких-то личностных качеств. У нас у всех есть позитивные качества, есть нейтральные, с которыми мы жились, это наша данность. А есть негативные, которые мы хотим как бы прорабатывать. И если человек находится в развитии, он нарабатывает новые качества, то постепенно то лучшее, что в нем было, становится просто нейтральным. А негативное сходит на нет. И это всегда так, и везде. Но вот смотрите, мы приходим в наш бизнес, начинаем нарабатывать какие-то навыки. Ну, даже в начале пути. Например, пригласи человека на встречу. Когда слушаешь спонсора, все так у него ладно получается, хорошо говорит, люди его слышат, идут. Когда начинаешь говорить сам, слова теряются, язык заплетается. И самое главное, ты в этот момент всегда сконцентрирован на себе, ты сконцентрирован на своих страхах, как бы получилось. Люди не слышат. И в этом моменте многие говорят себе, ну, это не для меня. И кто-то уходит. Что происходит с теми, кто не ушли? Они это делают пять, десять, двадцать раз. И приходит момент, когда все страхи куда-то улетучиваются. Все, что мы делаем и говорим, оно становится для нас, ну, просто на автомате. И самое главное, мы в этот момент начинаем думать не про себя, мы начинаем думать про человека, с которым мы общаемся и говорим. И он говорит нам да. И таким образом растет наша конверсия. И все происходит именно вот по такому сценарию. Поэтому в нашем бизнесе директор, золотой директор, мастер, золотой мастер, это все разные люди. Разные люди с разным уровнем ответственности, профессионализма, сознания, осознанности. И если вообще личностный рост в сетевом маркетинге, это, ну, это единственная возможность, собственно, получить то, о чем мы мечтаем. И это всегда идет через какое-то преодоление. Ключевое слово для каждого из нас – это преодоление. Потому что, еще раз, то, к чему мы хотим прийти, оно вне той картинки мира, в которой мы сегодня находимся. И первое – мы попадаем в окружение. На начальном этапе это очень важно, потому что на первых шагах уровень внутренней мотивации у нас бывает низок. Мы вчера общались с куларом, с людьми. Я понимаю, что многие так не разобрались ради чего. И вот в этом момент очень важна эмоциональная составляющая. Сегодня об этом уже шла речь. Мы действительно, мы путешествуем, мы идем в гости на шопинг. Мы сюда приехали, мы в первую очередь приехали за эмоциями. И вот очень важно быть в том окружении, которое будет тебя формировать, ну, как бы конструктивно, позитивно. Почему? Потому что энергии, они очень заразные. И счастливым человеком можем быть только в окружении счастливых людей, а не наоборот. Когда мы попадаем в это окружение, мы начинаем принимать другие правила игры. Вот все знают, что нужно делать, почему не делаем. Среда важна. Поддержка, энергия, чтобы мы подзаряжались от успеха других. И вот это то, что начинает нас формировать даже помимо сознания. Есть вещи, которые мы осознаем, но окружение нас как бы переформатирует даже помимо нас. Дальше. Вчера особенно много говорили о наставничестве. И наставник, ну, самое главное, это человек, который уже был там, где были мы. Где мы, вернее, сегодня есть. И он прошел этот путь, он сделал свои ошибки. Но важно что? Что он поможет нам сделать вот эти шаги преодоления вместе, взявшись за руки. Ну, самый такой понятный пример, когда мы идем в спортзал. Мы там можем сделать, тренируясь один на один с собой, ровно столько, сколько мы сами про себя думаем. Если мы работаем с тренером, мы сделаем точно больше. Поэтому все большие результаты достигают с наставничком. При наставничестве, при тренерстве. Далее. Дневник благодарности, сила благодарности. Великая, трансформирующая сила. Все, на что мы жалуемся в этой жизни, то, чего нам не хватает, связано, в первую очередь, с отсутствием благодарности за то, что у нас уже есть. Уж мы-то в клубе знаем, что самую красивую снежинку дают слова любовь и благодарность. И я начала писать дневник благодарности очень много лет, лет 15 назад. У меня был такой ритуал вечерний, я его называла «Разбор полетов». Когда анализировала день, оставляла то, что мне не нужно. И выбирала то, что забираю с собой в завтрашний день, в последующую мою жизнь. И обязательно начала благодарить. Сначала, ну, вы знаете, здесь важно не начать, здесь важно продолжить, как, собственно, и во всем. Поэтому методом малых шагов. У меня так было. Я начинала, ну, три благодарности. Кому, чему, за что, то, что произошло в моей жизни. И вы начнете со временем понимать, что вам тесно. Вам три превратятся в пять, в десять, в двадцать. Вы начнете это записывать. И удивительным образом начинает разворачиваться жизнь вокруг. Я сегодня благодарна своей жизни, что она мне дала шанс в виде MLM-индустрии. Я благодарна тому, что MLM-индустрия пришла в лице Кораллового клуба, который превратился в надежного партнера, с которым я меняю себя и свою жизнь. И помогаю это сделать другим. Я очень благодарна своим наставникам, спонсорам, которые открыли мне дорогу в этот мир. Серебряный мастер Людмила Александрова. Серебряные мастера Нина Изулина и Галина Сиротюк. Золотой мастер Ольга Лебедева. Поаплодируйте, пожалуйста, на меня. Благодарю, друзья. Это то, как заканчивается день. А начинается он с мотивации, с некого заряда энергии, который делает одновременно некую прививку от возможных неудач, заряжает энергией, верой в то, что мы делаем. Называется это у нас золотой час. Я вообще из врачей, у нас в медицине тоже есть золотой час. Тогда, когда мы наиболее эффективно можем помочь больному. Есть золотой час фотографии, когда получаются самые хорошие снимки. Так и у нас. День начинается с того, что мы даем, работая над собой, даем себе заряд энергии. На кого что больше, лучше срабатывает? Вот на меня точно лучше всего действует музыка. Кто-то там, на кого-то книги, на кого-то фильмы. Кто-то смотрит какие-то видеоролики. Я предлагаю вам сделать снимок. Если у кого-то есть белые пятна, наверняка есть, есть куда стремиться. Это то, что мы рекомендуем читать для того, чтобы двигаться вперед. Итак, друзья. У нас в команде есть чат. Каждое утро там появляется такого рода контент. Я знаю, что где-то в командах есть онлайн-встречи, где вся команда подзаряжается друг от друга, получает какой-то мини-тренинг от лидеров. Если у вас в команде этого нет, сделайте. Это обязательно должно быть. И не смотрите на то, что кто-то, может быть, для вас это не создал. Лидерская позиция подразумевает сделать то, что нужно для развития вашего бизнеса. Ну и тренинги. Тренинги личностного роста. Вы знаете, если бы в сети ОМ не было всего остального, и были тренинги личностного роста, я бы все равно здесь была. Очень люблю учиться всю жизнь. Это вещи, которые меня очень-очень сильно трогают в этом бизнесе. На самом деле это очень дорого стоит и в прямом, и в переносном смысле. И то, что мы здесь имеем возможность слышать, видеть, общаться с людьми, которые сделали больше тебя, более успешны, достигли больших результатов, это действительно большой-большой бонус от жизни вообще в целом, который позволяет нам расти. И компания, наша компания, Коралл Клаб, кстати, тоже сделала нам инструмент, который вообще-то не на ее территории. Она сделала даже больше, чем, может быть, должна была для нас делать. Это наше бизнес-обучение Коралл Бизнес Академия, где можно не только учиться, там можно и получить инструменты, и получить вот ту самую мотивацию от успешных людей. Ну, друзья, а кто сегодня был на тренинге от золотых директоров и выше? Мы! А кто впервые попал на этот тренинг? Вот сделал промоушен, чтобы на него попасть? Вы большие молодцы. Вы знаете, меня до сих пор не отпускает. Я знаю, что еще долго не отпустит. Потому что каждый раз, каждый раз открываются какие-то новые пласты, во-первых, видение самой себя, видение жизни. И видишь дальше, видишь шире. И глубоко благодарен, опять же, за то, что это есть в моей жизни. И сегодня на тренинге речь шла именно о лидерстве. Потому что наш бизнес – это лидерский бизнес. Его двигают вперед лидеры. Лидер всегда человек влияния. Его позиция по жизни проактивна. Он никогда не думает о том, что кто-то чего-то не сделал. Он думает, что должен был, или что сделала я, чтобы этого не произошло. Потому что уровень ответственности его всегда выше, чем тех людей, которые идут за ним. Вот если мы начнем таким образом смотреть в первую очередь на свою позицию, то наша задача будет всегда создавать все самое лучшее для развития своей команды. Лидер, он видит цель. Как говорит Алексей Алексеевич, он одержим в своей цели. Он видит самый короткий путь к этой цели. Он отделяет зерна от плевел на пути к этой цели. Он возвращает на этот путь, кто немножко сбился с пути. Он дает энергию для преодоления. Он объединяет вокруг этого свою команду. Друзья, почему так важно вот это вот понятие мощность лидера? Потому что это наше движение. Это наше движение по карьерной лестнице, по статусам. Это наша команда, это размер наших команд, потому что, еще раз, человек влияние. На какое количество людей позволяет влиять моя мощность лидера? Вот такое количество людей в моей команде. Такой мой статус в этом бизнесе. Поэтому мой рост, прокачивание вот этих лидерских навыков. Ну, кто-то говорит, что лидерам надо родиться, кто-то говорит, что им можно стать, но им однозначно нужно быть. Друзья, я искренне хочу пожелать вам быть проактивными в своей жизни, быть проактивными в нашем бизнесе. Строить большие организации, создавать себя, быть благодарным за то, что случилось, и еще больше за то, что не произошло, потому что это дает возможность вам это создать. Быть благодарным отрицательному опыту, каким-то неудачам, какому-то негативу, потому что они провоцируют нас на рост. Я хочу пожелать вам любить себя, любить людей. И тогда совершенно точно Вселенная будет к нам благосклонна. И еще, если мы идем к своей цели, если мы знаем, чего мы хотим, куда мы хотим прийти, то на самом деле не имеют же значения те люди, которым с нами не по пути. Важно, что нужно нам. Удачи нам всем! Удачи! Удачи!